диабет не падает как снег на голову он подкрадывается это хищник который если уж он догнал то обязательно чего-нибудь отъезд что отъедает диабет жизненно важные органы чуть чуть позже об этом как понимать что он подкрадывается очень точное представление о том что нарушается метаболизм в организме обменные процессы страдает углеводный обмен очень точное представление это талия почему именно талия потому что висцеральный жир это тот жир который скапливается в этой вот мышцы передняя поверхность брюшной брюшная стенка над этими мышцами скрывая их напрочь накапливается подкожно-жировая клетчатка и под ними и соответственно маленький но в принципе у нас небольшой объем брюшной полости он совершенно небольшой вот но в нем скапливается столько жира что иногда смотришь на мужчину и ты понимаешь 40 недель беременности не 42 потому что для 40 это уже мало кто акушер да но же глаз алмаз 32 недели на 24 а тут это не 40 это 42 вот а и вот этот висцеральный жир он медленный убийца он в нем там столько всяких гормонов есть в нем настолько всяких процессов но я вам вообще знаете очень упрощу ситуацию представьте себе что этот висцеральный жир который между внутренними органами брыжейки тонкой толстой кишки который около клет почечном пространстве его настолько много что он сдавливает внутренние органы сдавите свою руку она побледнеет вот точно также бледнеет несчастная печень которая в одну секунду времени делает невероятное количество биохимических реакций перегревающие ее ткань количество биохимических реакций сдавливает поджелудочную железу а человек говорит о мне плохой пищеварение не могу переваривать мясо потому что она мне не переваривается конечно потому что ты ешь столько углеводов что уже не помещается в брюшную полость вот поэтому будет расползшаяся талий а давайте-ка вы мне ответить и на вопрос сейчас какая же у вас стали я без критики господа я вообще всегда без критики что я сама себя обнаружила в своем 35-летие совершенно в безобразном состоянии возьмите сантиметровую ленту и быстренько напишите какая у вас стали по талии вы себе задали вопрос должна быть 80 но или меньше давно ли вы носите большую талию какой у вас уровень артериального давления потому что если вы давно уносите висцеральный жир то скорее всего 10 лет носите вот и давление стало уже 135 140 150 до девушки у кого такое произошло вот давно ли у вас высокое давление если у вас уже 10 лет высокое давление вот тогда мы можем ожидать прихода третьего цветочка ваш букет метаболического синдрома сахарного диабета второго типа интересный вопрос помогает ли вам от высокого давления таблетки или вы уже меняете одни на другие одни перестали работать надо было повышать дозировку теперь перешли на другие и если у вас семье люди с сахарным диабетом второго типа помните о чем я говорю питайтесь так чтобы вы были гордостью семьи питайтесь так чтобы ваши правнуки сказали а у меня хорошие гены моя бабка прабабка по материнская линия дожила до 108 лет и еще и трубку курила ну про курила я шучу ну там не знаю еще и на танцы ходила понимаете вот или беда там квартиры держала ну мало ли чего там придумайте себе к 120 годам вот а могут вы можете быть таким человеком который наоборот понижает герцы по сейчас отключу звук понижают герцы в семейные в плане сохранения здоровья как это понижать герца у моей бабушки был инфаркт а прабабушки был инсульт а про прабабушка тоже была полная и вот тогда себе дети и правнуки они разрешают себе быть полными ну что поделаешь такова генетика так может быть не такова генетика просто вы наследовали стиль питания